Леонид Серебренников, Владимир Высоцкий, Николай Расторгуев. Выступления этих известных артистов помнят стены Люберецкого дворца культуры. В этом году знакомому учреждению исполнилось 60 лет. В честь этого события представители культуры городского округа приготовили праздничный концерт. Наш корреспондент расскажет подробнее. Величественное здание с 8 колоннами и треугольным фронтоном, знакомо каждому жителю Люберец. Дворец культуры по праву можно назвать одной из главных достопримечательностей округа. Внутри не менее красивые помещения и залы. Сегодня здесь по-особенному праздничная атмосфера. Повод тоже особенный. Дворец, который становится площадкой проведения праздников и мероприятий, сегодня сам принимает поздравления. Визитной карточке Люберец исполнилось 60 лет. 60 лет для человека может быть большая дата, а для учреждения это просто миг, который происходит сегодня. Но за этот миг в Люберецком дворце культуры произошло много знаковых событий. 30 сентября 1965 года здесь принимали первого космонавта Юрия Гагарина. В 1974 году советский поэт и бард Владимир Высоцкий дал один из своих первых концертов. После этого он выступал в Люберцах на протяжении 16 лет. Богатую историю дворца сотрудники культуры показали с помощью выставки и фотоальбомов. Каждая страница фолиантов, представленных на нашей выставке, это отдельный уникальный мир. Когда ты их листаешь, ты буквально видишь своими глазами прошлое, все то, что происходило, глаза всех этих людей, которые здесь были, а их были сотни тысяч. Мы начинаем! Сегодня Люберецкий дворец культуры – это комплекс, объединяющий пять учреждений. Его филиалы работают в разных частях города. В 105 кружках и секциях занимается более 1700 жителей округа. Конечно же, сегодня я хотел бы всех поздравить и люберчан, потому что на большой город Люберцы единственный дыкат, очаг культуры – это вот здесь. И понятно, что он устарел. Устарел с точки зрения физики, стен, архитектуры, даю себе отчет. Но мы дадим обязательно второе дыхание этому зданию, учреждению. Свои поздравления глава округа закрепил вручением почетных грамот и знаков отличия сотрудникам Дворца культуры. К нему присоединились депутаты Московской областной думы Игорь Кахан и Дмитрий Дениско. А виновники торжества в очередной раз выступили на главной сцене округа и подарили гостям яркие впечатления.